День на седьмом Да, это комедия Это комедия хорватского автора Это очень Материал и манера, в котором он пишет Он не только драматорг Он пишет для детей Книги Он пишет Ну он романист Роман И у него очень красивый стиль изложения И я думаю, что нашему режиссеру Виктору Броницкому Вот когда он прочитал этот материал Понравилось именно это Приходилось ли что-то менять Адаптировать, может быть, для спектакля Да, безусловно Был адаптирован и текст автора Основа и концепция осталась И завязка, и все истории Ну и частично, то есть оригинальные Какие-то вещи прописаны автором Но что-то в силу тех или иных причин Пришлось переделать Ну, во-первых, адаптировать к нашим условиям То есть, конечно, мы там не хрватские Имена у нас вполне Ну и переводы, вы же понимаете, что перевод от оригинала Он тоже отличается И это такой очень интересный процесс Сейчас творчески идет Потому что, допустим, еще вчера У меня не было основного моего такого монолога Моей героини У меня не все пазлы складывались В работе я думаю, ну как, ну вот через что Я не успеваю, не успеваю Основной такой месседж моей героини Поскольку наша третья героиня Наша любовница Да, она Вашей семьи Которая не присутствует здесь Она не успевает переодеваться Возникла идея И у меня появился за эту ночь Замечательный мой монолог И уже сегодня все пазлы сошлись То есть вы, подождите Вы на эмоциональном фоне каком-то, да Создали свой собственный монолог Который прозвучит во время спектакля Создал мне его Виктор Броницкий Сел ночью и написал Так, вы вошли уже в роль, скажите Ну, мне очень понравилось Конечно, мне очень понравилось Я так понимаю, вы там много нервничаете, да Судя по тому, что вы пара Ну, вы знаете, когда тебе из меня пять лет муж Наверное Ну и при этом, так сказать, достаточно большой багаж Супружеской жизни насыщенный Нет, пьеса в этом плане потрясающая И она при всей простоте И говорящая она как бы о вещах Ну, уже обыденных Да, кризис среднего возраста Она наступающая в семье Как это все решается? Каким способом? Необычным способом Вот Но при этой простоте Автор разложил очень интересные, любопытные вещи И взгляд на эти стереотипы Очень ироничные и очень глубокие Это не комедия в стиле КВН Это не комедия положений Это достаточно глубокая Это достаточно глубокая Это такая ироничная И с горьковатым привкусом Да, такой вот взгляд, скажем так На эту проблематику Комедия, безусловно Но ценности ведь все равно сохраняются Абсолютно Правда? В каждом из персонажей Несмотря на как бы не всегда Лицеприятность положения, в котором он находится Но при этом они все честны Они все правда добры И они правда хотят, чтобы всем было хорошо Всем троим или всем вокруг? Всем троим Абсолютно, да Конечно, вступает уже в конфликт Наше желание хорошо Да Интересно И в плане адаптации, ну, конечно То есть что-то видоизменялось И привносилось, да В деятельность героев конкретных Какие-то персонажи Имена героев Ну, имена, безусловно Тоже поменяли Потому что хорватские какие-то имена Они очень плохо ложатся нам на ухо Нам плохо воспринимают То есть какие-то наши размышления и фантазии Они не шли в противоречие с основными, да Ну, для менталитета адаптировали, понятно, конечно Для нашего зрителя Да, ну и то, что рождалось уже по ходу спектакля Что и делает его, да И интересный материал Он не застывает Он живет и вдруг приобретает какой-то другой ракурс И мы говорим только о первом Еще о премьере Что будет потом уже там через год Это будет совершенно другой спектакль Так всегда бывает Это живой организм спектакль Он не может застыть и остаться Не кино Ты снял, и ты ничего не можешь переделать Здесь ты можешь Вообще, вот такая вещь, на самом деле, очень часто От театралов я слышу о том, что спектакль Это живой организм, что он растет и развивается И в какой-то момент ты понимаешь, что он начинает жить своей жизнью Абсолютно верно Это самый сложный период, кстати, не для актера Это самый сложный период для режиссера Потому что есть момент, когда знает все о спектакле только режиссер А мы пытаемся в этот рисунок вклиниться Мы пытаемся его насытить уже своей жизнью А потом приходит момент, когда уже режиссера там нет Когда есть только актер И спектакль начинает жить своей жизнью Удивлять и нас Потому что я не знаю, что мне сегодня на сцене выбросит мой партнер Как он поведет сцену Он не знает, как я поведу сцену Этим и интересно У вас, наверное, тоже много монологов, размышлений Ну да, да, да Там, безусловно, как бы и основная часть монологов Это как раз моего персонажа Борис Его зовут Борюси Как называет моя супруга Эля Это как бы такая сквозная линия Это те самые мысли, которые выходят Необычность этих мыслей Ну, это каждый будет судить по себе и на своем опыте То есть он сталкивался со многими этими вещами Несмотря даже на разницу в возрасте Они происходят со всеми нами Вот, но в какой-то момент Вот интерес этого материала, понимаете То, что грани такой истории, как его измена Их очень много Они от преломления нашего восприятия Претерпевают какие-то изменения Это тоже очень интересно Выход из ситуации нам предлагает автор Вот это самое интересное, да, необычное Нестандартный Это особо интересное И все-таки у нас, вот у всех троих, хэппи-энд Тем не менее Вы знаете, вы сейчас рассказываете Я чувствую еще и какую-то философскую линию В этом спектакле Это не просто ирония Это не просто рассказ, да, фрагменты из жизни Которые переживают три героя на сцене Есть еще наверняка, да, там Да, я же говорю, наша любовница Так То, что вы переживаете Это все И вы еще приходите к каким-то философским размышлениям Наверное, почему так происходит Как это происходит Какой исход Да, совершенно верно Но это осмысление жизни во всех ее проявлениях В ошибках, да, то есть в любви, нелюбви Изменах и всем прочим Это наш опыт В выборе в нашем Да, и комедия в этом Я просто параллельно стали говорить И сейчас понял философское Это очень где-то идет в параллели с Зоченко С его произведениями Как он умел преподавать этот материал Смешной, казалось бы, репризный Но всегда с такой грустинкой И с философией И даже у него голубая книга начинается Что мы сколько там уже Столько лет веселим наших граждан Да, желающих видеть в наших строчках Именно то, что они желают видеть И мы, вероятно, по своему малодушию Бесконечно рады и довольны этому обстоятельству Но говорил он о серьезных вещах Вот, и нам бы хотелось, чтобы люди, смеясь Все-таки, да, уходили с какой-то надеждой Ставили ли раньше это произведение на сцене? Да, безусловно, ставили Это произведение, насколько я знаю Там, ну, у соседей Ну, еще относительно братскому государству В России точно ставили В России, да Он тоже был антрепризный Но он там немножко такой Экстремальная ситуация Потому что совсем они пошли Вот не туда, куда бы нам хотелось У нас, Варюся и Эля, более такие философы, да? А, они более живые Там они пошли по форме более Ну, я, наверное, резко скажу Но это так, по форме Это больше реприза и клоунада Буфонадная Буфонадная такая история Наша история, она больше бытовая Больше живая, больше жизненная И больше мы предлагаем все-таки с нами Посмотреть, поразмышлять С нашими героями, запутавшимися И пытающимися найти какое-то Вот все равно счастье В сегодняшней ситуации семейной А как вы приняли предложение Принять участие в спектакле? Мне материал очень понравился Сразу, вот, иронией Да, там отдельная история Потому что Витя потратил много времени И в поисках материала Потом, конечно, начался кастинг Ненавистное слово для актера Да, нет, ну, конечно Поскольку мы из разных театров Ну, только вот мой партнер Это Нинель и Наташа Которые, нет, это вот наша любовница Они из одной альбоматора Украинского театра Я из театра начальника То есть у нас сборный коллектив Это еще интереснее Когда собираются Не то, что разные школы, да А, ну, как бы, разные Разные направления, конечно Разные школы Это интересно И это в работе тоже интересно Украинский театр Это более классика, наверное Нет, дело не в этом Нет, школа у нас одна Школа прилагаемых обстоятельств Переживания или там Или представления Тут школ-то на самом деле Не так много, не суть Но мы по-партнерски ранее Никак не пересекались Нигде не сталкивались Ни на съемочной площадке Ни в театральных проектах Да И это, конечно, любопытный Очень был момент Вот так Так что это было очень Приинтересно Чем более взаимоотношения Такие близкие Муж, жена, любовник, любовница Вот, и нужно сказать Что у нас это произошло Очень легко Мы уже так приходили Как домой на репетиции То есть такая семью И мы собирались, шутили Тем более она у нас Достаточно небольшая Да, всего три человека Нас три и Виктор четвертый Нет, был очень приятный процесс Он для актеров очень важен Да, репетиционный Он непростой Иногда при всей легкости Да, то есть ты там Тяжело в учении Легко в бою Ну, есть такая фраза Ее можно адаптировать И для репетиции Если вы репетируете Если вы вживаетесь Если вы подходите друг к другу Это уже вот Создание нового организма Ну, конечно А вот надо, чтобы мы Подошли друг к другу Мы же еще Абсолютных разных психотипов Потому что Если рука и нога Это уже никак Нужно, чтобы была рука Рука, да Нам надо, чтобы зритель Слят, уверил В зрительном зале Что это мой муж А в сценах с Наташей Надо, чтобы верили Да, что это любовники А в сценах Когда Ну, не надо Не надо Не будем раскрывать Спектакль Для Есть ли какая-то Возрастная категория Может быть Для людей Более зрелого возраста Я думаю, что Начиная лет с 20 Будет полезно Любой зритель Да, и там Заканчивая 80-86 Дай бог Сколько у кого есть здоровья Из тех людей Кто ходит в театр Я думаю, что Каждый найдет Что-то свое Это Этот спектакль Вне времени Этот спектакль Без пошлости Этот спектакль Интеллигентен Поэтому Каждый и каждый Найдет свое Там есть над чем Посмеяться Там есть над чем Поразмышлять Там есть чему Поулыбаться Там есть сказать Да я же у тебя лучше Я так себя не вижу Мужчины, переходите У вас есть возможность Оправдаться Это безусловно И потом Концепция названия Сразу поделять Какие ограничения Чтобы всем было хорошо Чтобы всем было хорошо Безусловно Виктор Бороницкий Режиссер спектакля Он же продюсер Роджер в одном И сценарист тоже И он же да Ну да Адаптатор Еще он у нас вечером На машинке строчить умеет Умеет Вы сказали, что Друг с другом Вы не были знакомы Не играли вместе Но вы были знакомы С Виктором наверняка С Виктором да Безусловно Вы доверили сразу Ну вот Скажем На начальном этапе Витя советовался В плане и выбора материала То есть мы смотрели Там читали Он что-то кидал Я говорил Ну понимаете Много факторов Когда много персонажей Это очень сложно всегда Чем больше и больше людей И так втроем Нас нужно было состыковать У каждого свой театр Своя жизнь Своя загрузка Репетиции Рабочие конечно Да И репертуары Вот Потом там Следующий этап Это уже Витина ответственность Конечно То есть это Был подбор Со мной он определился То есть он сказал Так что вот Я хочу Чтобы ты был Ну со мной тоже У нас получилось Очень быстро Очень легко Мы не сталкивались С Виктором В работе ранее Он видел меня По работе на киностудии Да И то что я делала Ему понравилось И когда он стал Искать актрису На роль жены Ему несколько человек Назвали именно мою фамилию И мы когда встретились Когда стали говорить О этом материале Он мне прислал Я его уже прочитала Вот Мы уже говорили Как С тем Что я в материале Уже там Я в этом материале Я с Олегом Работаю И Какое-то время У нас ушло На то Что мы искали Любовницу Хотелось Чтобы актриса Была и красивая Забавная ситуация Мы с мужем искали Любовницу Это очень важный Тонкий момент Потому что хотелось Чтобы актриса Была и красивая При этом она должна быть Явная противоположность Мне При этом у нас Она не соблазнительница Это чуть другой типаж А когда искали То есть понятно Что из тех Кого мы выбирали Это Цвет волос другой Близко по типажу Ко мне А это уже не очень хорошо И Мы сошлись Вот на Наташе На том Что Наташа У нас блондинка Маленькая Уютненькая Такая шкодненькая Ну и естественно Моложе И как-то Наша семья Она пришлась Помогать Нет И как-то да И срослось И как-то оно срослось Как срослось Я думаю Что зрители Смогут увидеть На спектакль Давайте еще раз Их пригласим Ну приглашаем вас До 13-го числа Премьера спектакля Чтобы всем было хорошо Это Культурный центр Еврейский культурный Центр Бэйт Грант На Нежинской На Нежинской Начало в 19.00 Не опаздывайте Я уже занудил Как свой персонаж В любом случае Нет Конечно И я хотела бы Добавить Извини Я хотела бы добавить Что это Полноценный спектакль Который идет Около двух часов Спасибо огромное Что вы пришли к нам Я напоминаю В гостях у нас Нина Эльна Точи Заслуженная артистка Украины И Олег Симоненко Артист театра и кино Поговорили мы О премьере спектакля Чтобы всем было хорошо Спасибо вам большое Еще раз И вам спасибо большое Приходите на нашу премьеру Спасибо Это была программа День Студия провела его с вами Татьяна Милимко Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому